всем привет это канал оградвиж и я его ведущий тимур отожанов сегодня тема видео будет устройство в теплице в период выращивания весна осень 2 оборот выращивания в соцсетях комментариях под видео в ю тубе вы спрашиваете как устроена теплица какая схема посадки и сколько между растениями между ряде в ряду между растениями и я сейчас взял рулеткой будем мерять и смотреть как именно это устроено почему у меня такая схема будут также объяснять итак у меня в теплице теплица площадью 500 метров квадратных это 10 ширина и 50 метров длина сюда мы вмещаем 1250 растений это получается 2 и 5 растения на метр квадратный это я считаю оптимальная высота для второго оборота выращивания в период лето осень почему потому что мы в период выращивания летом июль август пока хорошие погодные условия когда хватает тепла хватает освещенности растение растет и нам наша цель создать максимально крепкое растение которым сейчас видим чтобы в дальнейшем когда у нас у нас с сентябрь и будут еще растения здесь до конца октября необходимо чтобы растение здоровая крепкая сопротивлялась всем неблагоприятным условиям климатическим осень это перепад температуры высокая влажность и должно быть крепкое здоровое растение которого мы и добились и это все возможно оптимальное густоте стояния 2 и если повышать густоту стояния мы добиваемся большего количества растений но урожайность не растет а некоторых случаях начинает падать пример как и будет твои с 7 то урожайность будет немножко выше но выход первосорные продукции останется такой же если сделать 3 то мы уже мы получим такую же урожайность но не выше выхода таже первосорные продукции если сделать 3 5 то мы уже будем получать ниже урожайность будет растений на метре квадратном больше но выход урожайности будет меньше и также будет меньше процент первосортной продукции но это такое предисловие теперь будем мерять и смотреть как именно устроена теплица как растут здесь растения итак у меня рулеткой и начинаем мерять между ряде идея нахожусь она довольно большое здесь мы видим одно растение а внизу у нас еще больше и так я мерю смотрим снимаешь так от ствола соседнего растения до метр восемьдесят у нас здесь а между ряде метр восемьдесят а между растениями у нас получается мы возьмем не одно растение возьмем карасе не померяем и сука у нас тут выходит выходит среднем у нас 22 сантиметра нельзя телефон посчитать сколько это выходит это выходит 2 и 5 растения на метр квадратный здесь у меня метр восемьдесят а вот вверху вверх у меня совсем другое расстояние это получается потому что мы разводим растения v-образно здесь у нас метр метр десять вверху метр десять мы садим погуще в ряду у нас получается в теплице 6 рядов мы в ряду загущаем потом разводим v-образно и добиваемся так такого что когда человек когда у нас идет сбор урожая берет два ведра с урожаем с плодами выносит теплицы и получается где несет ведра есть пространство чтобы пронести эти ведра и не зацепить кисть которая здесь растет и не сбить ее то есть кисть остается первосортная объем нету механических повреждений от ведер кисть здоровая и человек без проблем проходит а здесь где проходит только плечи ну и голова здесь много места не нужно здесь метр десять метр этого расстояния вполне хватает еще немножко эти листья добавится в размерах то есть немножко будут здесь меньше расстояние но этого пространства хватит вполне и еще когда мы разводим v-образно через одно растение одно уходит в эту сторону это сюда а следующая сюда входит и так v-образно сейчас дальше на видео я сделаю ставку а посмотрим как у нас идет v-образно мы добиваемся лучшего освещения внутри то есть v-образно мы разводим и солнце также прогревает растение очень хорошо в когда именно в полдень вот такая схема между растений у нас 22 между ряде 180 сантиметров высота растения вот здесь меня рост метр восемьдесят один вот высота растений это метр восемьдесят метр девяностых и на этой высоте мы сейчас имеем шесть-семь кистей в этом году у нас получилось на одну кисть меньше в том году у нас было 78 среднем 27 сейчас у нас выходит шесть с половиной кистей это связано с тем что мы высадили на неделю позже обычно я высаживаю с 5 по 10 июля я высадил начал высаживать и в этом году с 17 июля это обусловлено тем что цена на продукцию в первом обороте была высокая и необходимо было последнюю кисть сделать более крупнее подналить и цена реализации на конец июня была выше чем в конце мая то есть те кто выращивали без отопления можно сказать что заработали больше чем те которые с отоплением ну такое у нас на рынке украины бывает и мы высадили позже и еще один момент я высаживал сюда рассаду с 77 кассеты 77 кассета рассада было меньше это не самая оптимальная кассета для второго оборота выращивания рассады идеально я считаю 40 кассета кассета в 40 ячеек или даже стаканчик то есть чем больше мы высаживаем чем более здорово высаживаем рассаду тем быстрее она проживается более лучше переносить все эти стрессы там по температуре по влаге и успевает больше заложить кистей то есть чем больше мы кистей заложим тем больше урожая тем больше заработаем с одной и той же площади вот шесть с половиной кистей мы имеем и на основных гибридах мы сейчас начинаем убирать первую кисть вот видно за мной присядь видно за мной уже начинает спеть на кисти по одному-два плода спеет это у нас это у нас розовый пин кристалл от компании класс вот дальше мне еще будет на канале обзоры гибридов почему какие выбрал меня четыре основных коммерческих гибридов вот один из них раза плотные остальные красноплодные также что еще хотел добавить все эти плоды которые мы сейчас видим опылялись с помощью препарата макси crop set и шмелей нож мили сработали я считаю на процентов 10-15 не больше а в основном сработал препарат макси crop set то есть любой плод который может тут сорвать любой плод который можно посмотреть цветка зажатого нету все плоды на растении завязались а благодаря обработкам препаратом макси crop set констрация раствора который мы работали согласно такому как тот который заявляет производители на упаковке то есть не больше не меньше там вместе четкие данные и такие же я давал работал каждый пятый день старался работать так когда теплицы мы подмотали когда здесь поработали девочки заходили после них и обрабатывали растения с той целью как чтобы когда идет подмотка растения все-таки трогают кисть получает вибрацию во время этого происходит опыление и те цветки которые не смогли а завязаться сами мы проходим еще работаем препаратом макси crop set вот а шмели сработали на 10-15 процентов это связи с тем что была очень высокая жара июль август месяц и им необходимо было заниматься не сбором пылицы на цветках а спасать свое потомство своих там своих деток как их спасали не сидели и охлаждали охлаждали их от перегрева так что вот мы имеем завязанность процентов 95 на всех гибридах красноплодных разоплодных 95 процентов есть не сто процентов потому что последняя кисть последняя кисть попала под плохие погодные условия у нас была паспурно и немножко не из-за недополучения света кое-где не завязалась но последняя кисть там особо и не нужно а вот первый кисти мы видим ну здесь первая вторая третья сто процентов у нас а завязанность это точно немножко есть проблемы с 6 6 там один плод я считаю не завязался потому что были не лучшие условия по освещению так что так на одном ряду на одном ряду у нас лежит две капельные ленты капельная лента толщиной 8 милс компания ирригатор расстояние между эмиттерами 20 сантиметров водовылев каждого литр и у нас получается что корень 1 корень да вот от растениях смотрим выходит и сюда где у нас здесь у нас сырая почта и на эту сторону также потому что увлажняется по обе стороны это очень удобно и мы имеем хорошо развитую корневую систему не однобокую это очень важно уже видно что мы лист подорвали до до 2 кисти листа уже нету это улучшает нам проветривание улучшает прогревание плодов и ускоряются сборы этих этих же самых плодов и также когда мы разрушаем растения улучшается налив 3 4 5 6 кисти это самое главное надеюсь я все рассказал схема посадки ясно высота растения ясно а капельная лента и еще спрашиваем спрашивают почему почему так большое еще о междуряде удобно собирать и самое главное удобно здесь снимать видео я сейчас здесь нахожусь и мне есть где развернуться езди поставить камеру езди стоять оператору и так же самое когда допустим это теплица какого-то хозяйства до собрались люди поставили стол поставили стулья сели выпили закусили и никто никого не видеть 10 место можно гулять свадьбу ну это такое немножко отступление принципе на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь данным видеороликом всем удачи получайте хороший урожай